Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас на повестке дня покупки из Икеи. Вы уже видели, что на моем канале начинают появляться блоги о том, как мы туда ездили, как мы продели по магазину. И сейчас я вам хочу показать, что мы купили. Сейчас я вам покажу вот такой вот контейнерочек с покупками. А потом, наверное, мы с вами еще посмотрим, что у нас из такого глобального, из крупного было еще куплено. Первое, что тут попадается, это вот такие вот подушки, подпопники. Мы купили две таких вот подушечки. Долго не могли выбрать между вот этими подушками и вот этими. Потом, в итоге, выбрали вот эти, купили их. Потом подумали-подумали, и вот эти что-то стоили 190, что ли, рублей всего. Ну, в общем, около 200 рублей. И мы купили еще эти на замену. То есть мы решили поменять свои компьютерные кресла на обычные стулья икеевские, потому как наши кресла занимали слишком много места, они громоздкие, здоровые. В общем, поменяли, ни капли не жалеем. И вот к обычным стульям, да, мы купили вот подушечки, чтобы подкладывать под свою пятую точку и чтобы ей было приятно сидеть на этих стульях. Значит, две таких и две таких. Вот. Супер подушки, ей очень нравится. Сейчас мы сидим вот пока вот на этих подушечках. Как только они нам надоедят, мы их поменяем на те и будем их так комбинировать. Потом мы взяли еще несколько штук вот таких вот салфеток под приборы. Очень они нам нравятся, очень удобно на них кушать. Ставим тарелочку, приборы. Я в восторге. И поверхность стола, либо что-то еще не пачкается. И глазу приятно. И, в общем, берем их с удовольствием. Дальше попадается вот такая вот увесистая пластиковая разделочная доска. Ей еще не попользовалась. Одна из немногих. На ком еще остался вот этот вот ярлычок икеис. Ну, доска весьма такая вот толстенькая, плотная. Мне кажется, мне будет очень удобно разрезать. Вообще, у меня любимчики это гибкие разделочные доски икеиски. Но вот спустя 4 месяца обе доски у меня лопнули. Одна совсем сломалась, разломилась на две части. А на другой просто трещина. Но они такие большие, такие удобные. Не гнутся. В общем, в следующих моих покупках икеиски будут еще и гибкие разделочные доски. А пока вот попробуем, как со своей задачей бы справляться. Такая беленькая доска. Смотрим, будет ли она еще маркая. Потому что она белая. Далее. Далее вот такой вот замечательный наборчик для уборки. У нас какая-то различная проблема с сахками. Они либо ломаются, либо мы их в чем-то уханьковаем в ходе нашего ремонта. Поэтому за 69 рублей такой вот наборчик весьма-весьма неплох. В хозяйстве, я думаю, что всегда пригодится. Очень приятный цвет. И мне нравится, что они вот так вот соединяются друг к другу. Ой. Что они вот так вот соединяются друг к другу. Крепятся и держатся. Как-то это все компактно выглядит. Дальше. Покажу вам одну штуку. Но в комплекте их три штуки. Это подставка по горячей. Из такого из пробки, по-моему. Из пробкового материала. Удобные, маленькие. Мне нравятся, не знаю. И стоили очень-очень недорого. Дальше. Мы купили полку. Она вот здесь вот рядышком со мной стоит. Потом я стану вам ее покажу. Полка это будет у нас зал. К ней купили. Хотя это полка и со скрытыми креплениями. Но мы все же решили в дополнение к ней купить еще вот такие хутва. Кронштейнникам. Потому как, ну, все-таки полка довольно-таки увесистая, тяжеленькая. И как-то хочется подстраховаться и ее еще как-то поддержать, наверное. В общем, это больше такая моя перестраховка, наверное. Но лучше перевздить, чем недовздить, по мне. Дальше уже распакованный. Уже даже несколько штучек приклеили. Это такие вот подкладки, наклейки на ножки. Наклеили их на стулья, на столы можно клеить. В комплекте 4х4,16 вот таких вот маленьких для стульев. И 4 вот такие вот большие кружочки. На ощупь такие тряпочники какие-то. Клеятся хорошо, не отклеиваются от стульев. Держатся неплохо. В принципе, мне кажется, полезная вещь. И стоит совершенно-совершенно недорого. Дальше мы купили набор вот таких вот воронок. В наборе есть еще одна воронка, побольше. Но я не стала тащить все подряд. Вот, я думаю, смысл понятия. Ну, воронка и воронка что такого. Ничего особенного нет. Но в хозяйстве, по-моему, весьма-весьма полезная и незаменимая вещь. Дальше. Дальше осталось совсем чуть-чуть. Ну, естественно, как всегда, мы взяли два вот таких вот контейнера зеленых. Они у меня стоят везде. Это просто находка для меня. Стоит весьма-весьма недорого. Стоят они у меня практически везде. Вот, дальше. Купили мы еще три вот таких вот стакана. Один мы уже разбили с прошлого раза. Мы брали два таких. Купили еще три. Теперь у нас есть четыре. Мне они безумно нравятся. Они такие удобные, такие приятные. Необычные цвет. Мне это опять-таки нравится. В общем, мне безумно приятно из них пить. И... Я думаю, что со временем у меня будут только вот такие стаканчики на кухне. И последнее. Ну, наверное, последнее. Ну, по крайней мере, из того, что... Из негабаритного. И из того, что я вспомнила. И, возможно, где-то по дому еще что-то есть. Все уже затерялось. Вот. Но, по крайней мере, что я нашла, что я вспомнила. Купили мы еще две вот таких вот миски. Черненькую и голубенькую. У меня есть тарелки такие же, тоже черные и голубые. Миски удобные. Из них приятно. И удобно есть как супчик, так и салатик. В общем, мне нравятся вот такого плана чашечки. Для супчика, для салатика. Ну, просто чрезвычные. И красивенькие. Вот. И теперь давайте... Осталось-то у нас четыре наименования. Это полка, это тумбочка. Нет, еще вспомнила. У меня еще есть полотенце. Сейчас я их достану и покажу. Схватила я вот еще вот такую вот упаковочку полотенчиков. Крама. Вот такие вот полотенчики из Икеи. Это уже треть упаковка, которая у меня есть. Не тридцать на тридцать. Они неприятные, маленькие. Мне на кухне они только так уходят. Для лица тоже вполне себе буду. Для рук полотенчики. Хорошо впитывают. В общем, это моя любовь и находка на долгие-долгие года. То есть такие разноцветные петельки. Петельки. Их удобно вешать. В общем, я от них балдею. Вот. И теперь у нас осталось показать полка, стулья, комод... Ой, не комод, а, тумбочка и... А, да, еще лампа. У нас здесь вот такая вот есть. Теперь прикроватная. На прикроватной тумбочке прикроватная лампочка. Давайте скорее посмотрим. Полка. Вот такая вот, значит, у нас здесь полка. Лак. Серия. Здоровенькая такая. Тяжеленькая, весистая полочка. Вот, дальше. Дальше у меня здесь... Думаю, пакетик мне подарила муж на день рождения. Смотрите, как красота. Такое сердечко. Так мило. Ладно. Вот, значит, мы купили вот такой вот... Ну, у нас выполняет роль такого ночничка, скажем, да. Когда не хочется включать большой свет, мы включаем вот эту лампочку. И вот такой вот у нас тут прикроватный тумбочек. Вот, здесь два ящика. Здесь у нас лежат гаджеты, здесь у нас лежат таблетки. Организовала аптечку. Белая, идеальная такая вот прикроватная тумбочка. И последняя. Это вот такой вот стул. Мы купили два штуки. Они у нас заменяют теперь, значит, компьютерное кресло. Удобные стульчики, на них удобно сидеть. В общем, замечательно просто. Другой раз это видео обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.